Здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие братья и сёстры. Сегодня в студии Хаддомонцийской митрополии методист истоковедения, председатель региональной общественной организации Центра духовного нравственного развития истоки Надежда Сергеевна Белик. Здравствуйте, Надежда Сергеевна. Добрый вечер. Более 20 лет уже реализуется в России программа «Социокультурные истоки». В Югре уже сколько, можно сказать, лет она реализуется? С учетом того, что в Сургуте более 10 лет, поэтому можно говорить про округ, что уже больше 10 лет. Больше 10 лет. И как мы знаем, что она развивается в Югре системно. То есть, начиная от детских садов, московской школы, заканчивая общеобразовательными школами, и далее некоторые даже высшие учебные заведения включаются в этот процесс. Вообще истоки реализуются, насколько я знаю, в 64 субъектах федерации. И опыт нашей Югры, мы его видели на рождественских чтениях, на недавних, он отмечен на российском уровне. Итак, откуда исходят начало самых истоков, сами истоки, кто идеологи этой программы, разработчики, отцы-основатели, как она вообще появилась в России, и, соответственно, как она потом дошла до нас. А где истоки истоков? Да. На самом деле программе «Социокультурные истоки» уже больше 20 лет. В 2020 году будем отмечать 20-летие, потому что впервые появилась эта программа на Вологодской земле в 1995 году. И авторы этой программы, на сегодня и автор, и руководитель программы, это Игорь Алексеевич Кузьмин, профессор Российской Академии естественных наук. И второй автор этой программы, разработчик и автор всех учебных пособий со 2-го по 9-й класс Александр Васильевич Комкин, к сожалению, которого уже с нами нет. Будет вот 10 декабря 2 года, как его нет, но вот он оставил о себе такую вечную память. Вечную память для людей, доброе такое дело. И, конечно, еще есть ряд методистов, разработчиков программ для дошкольного образования, разработчики рабочих программ. Их очень, конечно, много. Но вот я бы все-таки назвала среди всей этой большой команды Ольгу Сергеевну Абрамову, которая у истоков-истоков, еще работая заместителем заведующего одним из дошкольных учреждений в городе Вологде, она уже занималась методическими разработками для дошкольного образования. На сегодня она замечательный методист из таковедения, издательского дома «Истоки». И действительно программа получает вот такой вот отклик во многих регионах и получает свое развитие, и в том числе в нашем Хантмансийском автономном округе. Ну вот кто стоял, как говорится, в начале этой программы в нашей Югре? Я так понимаю, что Сургут был первым пионером, первым городом, на котором, собственно, программа-то опробовалась, учебное заведение. Как вообще происходило это все внедрение? Это уже было, я так понимаю, не совсем просто, потому что программа новая, и отношения были, видимо, разными. Или как? Или прям приняли сразу все? Да, это было действительно и давно, и все было непросто, потому что введение вот этой программы в отдельных, в одном-двух детских садах и в двух школах как раз совпало с тем временем, когда, собственно говоря, из закона об образовании было убрано слово «воспитание», а уж тем более духовно-нравственное воспитание, на что нацелена программа «Социокультурные истоки». И, конечно, введение было непростым, откровенно говоря, сложным. Но вот Игорь Алексеевич Кузьмин и сегодня стоит на этой позиции, что результат, наверное, внедрения этой программы будет наилучшим тогда, когда она будет получать свое развитие снизу. То есть не по указке, скажем, руководителей органов управления образованием, а тогда, когда родители, сами дети, педагоги увидят необходимость и востребованность подобного рода программ. И у нас эта программа появилась благодаря действительно вот просто необычным, неравнодушным людям. Это Любовь Васильевна Веремеева. Вдруг где-то она услышала об этой программе и начала приглашать методистов, в том числе Игоря Алексеевича, к нам в Сургут. И начиналась вот таким вот образом. Любовь Васильевна, она староста храма? Она была помощником старосты храма всех скорбящих радостей. Сейчас она вот от этих дел отошла. Другой помощник староста. Но, тем не менее, вот это вот стояние за истоки у нее продолжается. Сложности были в чем? Я уже, собственно, сказала, что мы речь не вели о воспитании. Школа не должна воспитывать. А здесь вообще о духовно-нравственном воспитании, о программе, в основе которой православная культура. Поэтому было много споров, было много сомнений. А как отнесутся к этой программе и дети, и родители иной культуры, иной веры? Как она будет принята этими людьми? А зачем это вообще нужно? То есть много копий было сломано предостаточно. Но, тем не менее, опыт вот тех школ и садов, это детский сад у нас, елочка и лицей 1-й и школа 20-я. Вот опыт этих школ как раз показал необходимость и пользу данной программы. Потому что мы видели, что там и коллектив педагогический становится другим, иным, и дети там становятся другими. Потому что истоки несут главное, они несут любовь. Любовь, как нам Господь сказал, заповедь новую даю вам, даю вам, любите друг друга. И вот это стремление пребывать в постоянной любви друг к другу, конечно, оно дает свои результаты. Это получается, что мы сейчас подошли как раз к концепции, собственно, программы. Что она включает в собой? Духовое нравственное воспитание, или культурные традиции, или религиозную какую-то основу, или что, или все вместе? Ну вот в целом мы говорим, правда, программа, не говорим отдельно учебный курс. И программа представляет собой, ее стержневая основа, это, конечно, учебный курс истоки, а у дошкольников это пропедевтический курс истоки, на котором дети получают знания о тех традиционных ценностях, благодаря которым наше Отечество веками было крепким, надежным, устойчивым, благодаря которым семьи были крепкими. У нас ведь даже вот в последние годы, вернее, в годы правления нашего последнего императора, Николая Александровича Романова, было всего 2-3% разводов, и мы знаем, по какой причине эти разводы были возможны. А сегодня ежегодно те браки, которые регистрируются в течение года, к концу года 98-80% этих браков распадается, потому что мы ушли от тех ценностей, а вот эти вот ценности несут истоки. Но на уроке мы даем знания об этих ценностях, а для того, чтобы теория же без практики мертва, для того, чтобы от слова перейти к делу, от знания, что такое добро, уже творить дела добра, милосердия, проявлять любовь в виде заботы, в виде опеки над кем-то. Вот для этого нужно создать такие условия, где дети могли бы уже на практике показать и проявить вот те навыки, те знания, которые они получили на уроках. Поэтому в программе «Социокультурные истоки» есть еще программа «Воспитание на социокультурном опыте», которая является, конечно, прямым продолжением той работы, которую начинает учитель на уроке. А здесь уже, скажем так, практическое преломление знания, полученные детьми на уроке, переводится в практическую плоскую. Создаются педагогами вместе с родителями, специальные условия, где можно показать и милосердие, проявить и доброту, доброта в деле. То есть это и акции, это и какие-то поздравления ветеранов, помощь кому-то и так далее. Вообще, насколько эффективно родители вовлекаются в этот процесс? Ну, чисто формально участвуют или действительно они сами для себя что-то там открывают, когда сакпроекция этой программы? А вы знаете, одна вот из таких важных задач в «Востоках» — это как раз присоединение родителей к духовно-нравственному воспитанию детей. Почему это важно, почему это необходимо? Потому что, да, дети на уроке, на классном часе, они получают вот эти знания о наших традиционных российских ценностях. Но ведь ни для кого не секрет, что придя домой, они видят и слышат другое, и могут формироваться двойные стандарты. Для того, чтобы вот этого избежать, как раз я сказала, что такая задача наиважнейшая в «Востоках» — это присоединение родителей. И есть еще и программа «Моя семья», «Востоковская программа «Моя семья», которая как раз решает задачу присоединения родителей. И кроме того, что и родители получают понимание и знание вот тех важнейших наших ценностей, еще и в «Востоках» работа с родителями встраивается. Таким образом, что родители потихонечку начинают занимать активную позицию воспитателей своих детей, что очень важно в сегодняшнее наше время. Работа с родителем по их присоединению идет очень сложно, непросто, потому что наши родители, родители наших детей, они говорят и совершенно справедливо говорят, что они много работают. У них очень большая занятость, работают много и трудно, и вахтовый метод, и за городом где-то, да, уезжают. Месяцами, месяц целый, к примеру, ребенка, дети не видят отца. Но тем не менее мы все время говорим и учителям, вот когда проводим курсы, семинары обучающие, и призываем к этому педагогов, что начинать потихоньку, постепенно присоединять родителей к духовно-нравственному воспитанию детей необходимо. И, наверное, начинать эту работу нужно тоже вот с формирования их духовной грамотности, духовной грамотности самих родителей. Сегодня в сады и в школы детей приводят как раз те родители, то поколение молодых людей, которое воспитывалось, возрасталось в 90-е годы. Когда на смену пусть моральному кодексу строителя коммунизма, который списан был с заповедей, мы это с вами знаем, да, пришли иные ценности. Там было у нас человек, человеку, друг, товарищи, брат, сегодня или в 90-е годы, своя рубашка ближе к телу. Сам погибает, товарища, выручай, моя хата с краю, я ничего не знаю. И так далее, и так далее. И более того, у нас ведь в определенные годы в образовании была поставлена такая цель, важнейшая цель, стратегическая. Это воспитание грамотного, конкурентноспособного потребителя. И вот этот потребитель в виде современных родителей, он сегодня приходит в школу, он не виноват. Его так воспитали, ему такой образ жизни показали, внушили, что это так должно быть. И поэтому, когда все-таки мы потихонечку начинаем с родителями говорить о тех ценностях семейной жизни, показываем вот те устои, благодаря которым все-таки можно и нужно создавать семью один раз и на всю жизнь, вот родители тогда по-другому начинают, не сразу и не быстро, но начинают тоже перестраиваться. В Сургуте у нас так сложилось, что некоторые образовательные организации приглашают меня для участия в родительских конференциях или конференциях отцов отдельно или вместе с папой и мамой. И я, конечно же, не могу работать с родителями по-другому, как только по истоковскому содержанию. И когда говоришь действительно с ними тепло, сердечно и с любовью, и говорим о том, что истоки нацелены на то, чтобы сохранить ваших детей, создать им духовную безопасность, уберечь их от тех ошибок, которые они начинают потом совершать по незнанию, и мы совершали в своей жизни по незнанию, тогда родители, многие мамы со слезами на глазах благодарят и говорят, «Вы знаете, а с нами никогда никто так не говорил». Никто не говорил на эти темы. И это действительно так. Говорим на другие темы. В средствах массовой информации другие темы. Другие герои, другие образы. И поэтому, когда мы возвращаемся к истокам, к тем традициям, о которых речь идет в истоках, потихонечку изменения происходят и в наших детях, и в наших родителях. Среди этих родителей немало представителей разных конфессий, религиозных, которые тоже следуют традициями своей веры, своей религии. Были какие-то случаи какого-то неприятия, что здесь какое-то навязывание идет каких-то других религий, что какие-то… Как вообще этот процесс? Это очень тонкая такая вещь. Насколько это все работает? Знаете, вот парадоксальный сейчас будет ответ. Особенно на начальном пути внедрения этой программы мы проводили родительские собрания, общешкольные, скажем так, или для параллели, на которой собирались внедрять программу «Социокультурные истоки». И когда рассказывали, показывали, чему мы научим на истоках, что это даст детям, поднимались те люди, которым мы хотя бы номинально относим к православным, они вставали и говорили. Во-первых, возмущало то, что здесь православная основа. Хотя мы говорим, не православная религия, а православная культура. Это разные вещи. И второй момент, а не обидим ли мы вот тех, кто рядом с нами? У них другая культура, у них другая вера. Мы никого не обидим. Истоки как раз объединяют представителей разных культур, разного вероисповедания, потому что они основаны на том общем, что есть у человека любой религии, любой культуры. А что это такое? Вера и верность вере. Верность слову, верность семье, верность родной земле, верность своему отечеству. Кто против этого будет говорить? Вот то общее, и не все, конечно, я назвала, на чем основаны истоки, они объединяют людей разных национальностей и разных культур. И пример вот такой вот приведу из опыта работы одной учительницы. У нас в четвертом классе есть такая тема традиции образа и тема «Священные образы». А это образ Спасителя и образ Пресвятой Богородицы. И после того, когда поговорили, побеседовали с детьми, кто такой Спаситель, почему мы так называем, для чего он приходил в этот мир, почему был распят и так далее на кресте, и учительница принесла с собой небольшую иконочку с образом Спасителя и говорит, ребята, я сейчас вам передам, и кто хочет, можете взять в руки и посмотреть. Может быть, что-то услышите от Спасителя, может быть, что-то почувствуете. Кто хочет, возьмите. Наши ребята, так называемые православные, которых мы считаем православными, и называют себя православными. Они взяли, посмотрели. У кого-то наверняка какой-то отклик появился, но не в этом суть. А дальше очередь дошла до двух мальчишек-мусульман. И они говорят, а мы не можем взять этот образ в руки. Учительница говорит, да, я понимаю, конечно, извините. Нет, вы не поняли. Мы должны вымыть руки. Они встали, вымыли руки, и только после этого взяли в свои руки образ Спасителя. Тут у них воспитано вот такое трепетное, уважительное отношение к святыням. Это такой пример. И когда, опять же, говорили о Спасителе, именно дети-мусульмане, девочка, одна мусульманка говорит, когда я смотрю на Христа на кресте, мне кажется, что какой-то человек хочет обнять весь мир. А это же действительно так. Он же обнимает весь мир. То есть нет никаких противоречий. Но это будет при правильной подаче, при грамотной подаче материала учителям. Тем не менее, мы говорим и об образах, о священных образах, о образах святых людей, об иконе, храме. Мы говорим с культурологической точки зрения. То есть мы не призываем никого тут же пойти креститься, верить. Говорим об иконе, мы говорим как о культурной составляющей в жизни православных наших людей, важной, да, икона, с помощью которой верующие люди обращаются с молитвой, за молитвенной помощью к тому, кто изображен на иконе. Но не заставляем прикладываться к иконе, молиться, не заставляем учить молитвы, хотя есть тема священные слова, это слова молитвы. Это было в жизни нашего народа. И следование вот этим традициям, вот этим святыням, оно давало устойчивость в жизни этим людям. Ну и чтобы качественно, грамотно все это подать, донести до детей, конечно же, нужна специальная подготовка педагога. Конечно. Вот за это время внедрения программы, сколько примерно прошло семинары, сколько обучилось педагогов, как они, может быть, стали ли они по-другому относиться и к своему предмету, и к его подаче, и в общем, как вы можете оценить эту работу? Я не могу даже сказать уже сколько семинаров, и мы сейчас уже пришли к тому, слава Богу, что у нас идут не просто обучающие семинары, а идут курсы повышения квалификации, и через институт развития образования наш региональный, через Сургутский университет педагогический, правда, пока там только еще идет подготовка педагогов дошкольных организаций, но мы сейчас будем договариваться о том, чтобы обучались и учителя школ, проходили курсовую подготовку. очень много, не могу даже сказать сколько, потому что ежегодно проводится по несколько семинаров, и несколько курсов, в том числе институт развития образования проводил и дистанционно-курсовую подготовку, хотя мое твердое убеждение здесь, вот в этой ситуации дистанционное обучение может быть не будет столь эффективным, потому что сами истоки это что такое? Это разговор от сердца к сердцу. Через камеру дистанционно можно передать вот эту всю любовь, вот эту теплоту, добро, которое несут истоки и несет преподаватель, рассказывающий об истоках. Здесь знаете, какая очень важная и серьезная вещь присутствует? Однажды отец Владимир Теплов, вы его знаете, он собрав круг вот тех истоковцев, которые уже давно в истоках, которые понимают и принимают сердцем эту программу, он сказал, вы прошли период проповедования, а сейчас настало время исповедовать. А что это значит? А значит, жить так, как вы говорите. А это очень и очень непросто, это очень и очень сложно, потому что мы все люди немощные, слабые, греховные, педагоги. очень важно, что у людей, у большинства педагогов, которые проходят через это обучение от сердца к сердцу, у них происходит переосмысление и появляется стремление избавляться от той греховности, от тех недостатков, которые в первую очередь мешают нам в этой жизни. Нам мешают строить семейную жизнь, выстраивать отношения в профессиональном коллективе. Это, конечно, происходит с теми, кто сердцем принимает. Но и действительно надо стараться исповедовать, надо стараться жить так, как я говорю. Почему это важно? Потому что мы идем к детям. И если я буду говорить просто, но не следовать сама этому, хотя бы не стараться, не пытаться, дети очень четко все с нас считывают. И они понимают, что я стою, простите, только говорящая голова, я сейчас с ними так тут сердечно, душевно говорю, перешагнула порог класса, пошла на урок, на свой я математику веду или физику, и там я себя веду уже по-другому. Это должно стать образом жизни человека, стремление жить так, как я говорю в истоках. Наше слово, наше дело, наша жизнь не должна расходиться с тем, что мы проповедуем. Вот только тогда у детей возникнет доверие, только тогда дети пойдут за нами, а иначе это просто будет, ну, поговорили, ну, услышали дети, да, замечательно, хорошо быть добрым, хорошо кто-то там милосердный, да, но это меня не касается, потому что я рядом не вижу примера, я не вижу образца, поэтому очень важно, когда вот таким образцом станет учитель, не только ведущий истоки, станут родители, да, первые образы, главные образы, и, конечно, тогда результат будет другой, и тогда дети будут говорить, вот я знаю, что дети, заканчивающие начальную школу, прощаясь в четвертом классе с истоками, они говорят, истоки это любовь, истоки текут как ручей, истоки это радость, и говорят о том, что я теперь буду стараться жить так, как меня научили на истоках, вот я тоже завершая, например, работу в девятых классах на последнем уроке, детям задаю вопрос, а что вам дали истоки, вообще был какой-то смысл в том, что мы с вами говорили об истоках, и дети говорили очень важные вещи, например, о том, что на истоках с нас снималось напряжение, которое мы иногда несем с других уроков, или из дома бывает, и говорили о том, что на истоках нас любили, а один мальчишка сказал, истоки это свет, несите свет дальше, вот что такое истоки для наших детей сегодня, в нашем холодном, жестком, иногда жестоком мире. Спасибо большое, Терсюгин, мы сегодня попытались немного прикоснуться и выяснить, что скрывается за программой истоки, а может быть в следующий раз, в следующей беседе мы попробуем разобраться в том, как она уже идет по игре, как она реализуется, какие есть особенности, может быть, какие-то проблемы. В студиях Антиманцельской Метрополии сегодня была Медодица Стуковедения, председатель региональной общественной организации Центра духовно-мраственного развития истоки Надежда Сергеевна Белик, спасибо еще раз огромное вам. Спасибо вам за прикосновение к этой теме и с радостью еще раз поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok